Да, да. Всем добрый день. Слышу теперь, да, вот я включила. Рада всех приветствовать. Спасибо, что присоединились. Начинаем наш вебинар. И сейчас я включу демонстрацию экрана. Меня зовут Чигаева Клара Викторовна. Я работитель компании Century 21 Premium. Наша компания работает на рынке недвижимости по всему миру. И позапрошлым году нашей компании вспомнилось ровно 50 лет, как мы на рынке недвижимости. Тема сегодняшнего выступления будет «Как удержать сотрудника». У нас в Якутии совсем другое отношение к работе. Предполагаю, что это связано с нашим менталитетом. Но так как молодежь сейчас стали часто менять свою работу и опираются на своих родителей, на дедушек, бабушек, поэтому как-то они стараются удерживаться за одну работу. А в других больших городах, как в Москве и в Санкт-Петербурге, сотрудники держатся за свое место, потому что там большая конкуренция, и как-то нужно финансово себя хорошо обеспечивать именно в больших городах. Поэтому у нас вот как-то так. Идем дальше. На примере своего кейса я сегодня расскажу, как удержать именно самых ключевых сотрудников. Вообще, вот когда к нам приходит на работу сотрудник новый, они первые три месяца проходят именно адаптацию. И в это время компания инвестирует в новых сотрудников. А когда работник после трех месяцев уходит, допустим, да, тогда инвестиции теряются зря. Поэтому всем, поэтому компанию выгодно, чтобы сотрудники работали как, ну, выгодно, чтобы сотрудники работали максимально долго. Есть такое понятие, вот, верят сотрудников на три разные категории. Есть категория А сотрудники. Это те сотрудники, которые наиболее активные. Эти сотрудники, они зачастую добиваются высоких результатов. И 70% их усилий приводят к результату работы компании. Этих сотрудников не более 10% обычно бывает. А самый основной локомотив компании. Вот. Есть вторая категория сотрудников. Это категория В. Это основной класс компании. Этих сотрудников бывает около 70%. Общая их результативность всегда равна к примерно ожидаемому уровню. Результаты не превышают того, что изначально было заложено. Это тот фундамент, на котором компания, как корабль, плывет. Это самые стабильные сотрудники. Также есть категория сотрудников С. Это, как называют в народе, офисные планктоны. Результаты этих сотрудников зачастую мало влияют на результаты компании. И ошибка руководителя – это сразу избавиться, да, вот, хотят увольнять именно эту категорию сотрудников. На самом деле это неверно, неправильно, потому что, когда вы их увольняете, да, просто с категории В переходят на категорию С. Поэтому и с категории С сотрудников они сами потом уйдут, потому что это не ваши люди. Вот. Категория В сотрудников, они зачастую самые стабильные. Свою работу они не меняют часто. Да, если даже они меняют, на то должны быть самые важные причины. Это смена города, наверное, да, либо семейные обстоятельства. Задача руководителя – это выявить, конечно же, самых активных сотрудников. Вот. И уже, и уже работать именно с этими сотрудниками на уровне мотивации. Вот. Категория сотрудников я показываю. Вот. И вообще, да, вот, есть такое понятие, как полисо баланса. Наверное, мы все знаем. И вот. И человек счастлив, удовлетворен жизнью, когда его полисо баланса ровное. Да, и в этом полисо баланса есть пять важных элементов. Это семья и дети, карьера, здоровье и спорт, друзья, хобби и увлечение. Вот. Все эти критерии, элементы, да, они должны быть у каждого человека ровными. Вот. И когда к нам приходит новый сотрудник, обычно у них полисо баланса бывает вот именно вот таким, да. Больше зациклено на деньги. Много работают. И семья. Деньги, работа и семья, да. Остальная часть, она как бы не особо хорошо работает. Поэтому задача у руководителя, да, меня, вот именно, да, вот, именно сохранить именно ровное колесо баланса, чтобы человек был счастлив, ну, чтобы человек получал больше удовольствия от жизни. Вот. И что мы для этого делаем, да? У нас есть, ну, не у нас, а вообще есть понятие материальная часть мотивации и есть понятие нематериальная часть мотивации. Конечно, мы все знаем, да, что относится к материалу. Это объем работы, сотрудник знает, у него есть план работы, и когда он выполняет свой план, он получает больший доход. У нас в коллективе бывало, что агенты получали зарплату больше своих руководителей. И еще был случай, что один агент получил зарплату выше, больше руководителя компании. Такие случаи тоже были, вот. Мы, я вот лично, да, сама большую часть от бюджета выделяю сумму именно на нематериальную часть мотивации. Как мы это делаем? Мы регулярно у себя в коллективе проводим именно обучение, да, вот. Обучение у нас проходит недельно и ежемесячно. Также приглашаем спикеров, и сами сотрудники тоже выступают в качестве спикеров. Они тоже выступают, рассказывают, делятся своим опытом, и тем самым тоже учатся выступать. И, конечно, это очень тоже хорошо работает. Также у нас в коллективе есть конкурсы, есть всякие, ну, проводим разные конкурсы. Конкурсы, они у нас денежные были, ну, не денежные, а вот именно вот недельные конкурсы есть, есть ежемесячные конкурсы, и самый наш основной конкурс – это поездка в Москву на итоге года компании. Вот, и это тоже очень интересно, очень хорошо влияет на работоспособность, на общий результат компании. Тоже очень хорошо работает у нас. Также у нас в компании есть очень много выездных мероприятий, тимбилдинги, день рождения, там, отмечаем, все праздники отмечаем. Вот, и самое главное – это все, именно признание сотрудников. Признание сотрудников тоже очень важная часть работы. То есть у нас есть номинации, есть три вида номинации, есть прорыв недели, есть номинация лучший агент недели, есть номинация лучший агент месяца. И за эти номинации они получают в кубах, и есть специально у нас стенд лучших сотрудников. И в этом стенде мы вешаем фотографии лучших сотрудников. И время от времени эти фотографии меняются. Вот. И также мы у нас в коллективе внедрили такую систему, вот, внутренняя валюта компании. Что это, да, вот. Когда человек пришел на работу раньше, мы дарим валюту. Ну, вот они получают купюру. И если они делают свой план, если они сделали больше, ну, продажи, если они подписали договора, много сделали осмотров, за все эти действия они получают именно нашу денежную купюру, внутреннюю. И каждый квартал у нас в коллективе проводятся лотереи. И этими купюрами они могут себе купить фирменные наши футболки, брендированные, там, блокноты, ручки, брелки. Вот. И, конечно, вот это мероприятие тоже очень интересное. Вот. Также, когда мы, ну, я чувствую, да, что человек уже, ну, как-то атмосфера в офисе не такая, немножко там энергетика другая, да, и поэтому, чтобы немножко разбавить атмосферу, мы, коллеги, меняются своими рабочими местами. Полностью, все меняются местами, и в основном все стараются сидеть возле своего руководителя, потому что, когда они возле руководителя, все свои операционные задачи, они решаются очень быстро, потому что, ну, рядом, поэтому сразу там все вопросы можно быстро закрыть, да, вот. И они узнают друг друга лучше, вот. И также они обмениваются ручками, иногда обмениваются там объектами, это тоже очень хорошо. Это тоже влияет на атмосферу, ну, атмосферу коллектива. Вот. Что относится к любовь, семья и дети, да, вот тоже. У нас есть клуб детей, клуб детей Century 21 Premium. В этом клубе мы проводим для наших детей мероприятия разного характера. Мы очень любим провести мероприятия. Дети радуются, родители тоже все радуются, все счастливые, и когда дети счастливые, и родители счастливые. Поэтому клуб детей Century 21 у нас очень хорошо работает, вот. Также у нас есть клуб, финансовый клуб. Этот клуб придумала наша HR-менеджер Александра. Она очень хорошо разбирается в финансах и делится своим опытом, помогает нашим сотрудникам правильно распределить свои финансы и правильно их использовать. Тоже очень хорошо работает, и время от времени она выступает перед коллективом, показывает разные таблицы. Тоже идет очень хороший там энергетик. Ну, тоже хорошо работает для коллектива. Вот тоже очень хороший, интересный клуб. Вот, поэтому очень важно, да, чтобы люди, ну, чтобы сотрудники ваши всегда были в ресурсе. Нужно именно вот по лицу баланса, чтобы у них была ровная. Для этого мы проводим очень много мероприятий. И, конечно же, всегда нужно общение с командой. То есть я всегда беру обратную связь. Допустим, ежегодно, да, у меня есть традиция, ну, ежемесячно есть традиция выступать перед коллективом. Мы проводим итоги месяца. Я вот здесь, допустим, показываю план, какой должен быть у нас план и какой он должен быть, допустим, вот по факту. Мы тут все сидим и разбираем. Всегда выступаю ежемесячно, беру обратную связь, делимся тоже, да, что не хватает. И коллектив тоже поддерживает, потому что они должны знать, как мы идем, как компания вообще себя чувствует, что чувствует, ну, какой обязательно должна быть миссия, да, вот в компании. И мы вот все идем, работаем по своей миссии. И они тоже, им тоже очень интересно, да, за месяц, какой результат у нас получился. Вот, они должны это видеть. И когда они это видят, тоже им это очень, тоже вдохновляются от этого. Когда планы выполнены, конечно, все тоже довольные. Вот здесь я, вот здесь, вот, наверное, заметили, да, вот здесь у нас висит пятитысячная купюра. Вот эта купюра, ну, за неделю, иногда бывает даже вот за две недели, да, ну, по-разному, да, каждый раз по-разному тоже разыгрываем среди сотрудников, вот, кто больше сделает определенную работу, получить эту пятитысячную купюру. И она тут у нас висит, это настоящая пятитысячная купюра. И никто его не трогает, просто она висит и висит, да, вот, и, конечно же, мотивирует команду, чтобы они тоже двигались, да, вот. Ну, вроде как ничего, да, но на самом деле этот купюр очень сильно заряжает. Вот так вот. Также вот наши звезды Людмила, она у нас лучший агент прошлого года, 1922 года. И в прошлом году они вместе с Валерией ездили в Москву, да, вот они выиграли приз. В прошлом году мы тоже ездили в Москву в коллективом, тогда нас было много, было пять агентов, и тоже очень хорошо вдохновились. И все эти сотрудники по сей день у нас в коллективе успешно работают, вот. В этом году мы тоже планируем сделать такой хороший конкурс, чтобы тоже мотивировать, чтобы было интересно, да, вот тоже. Ну, в этом году мы сделаем немножко по-другому, но тоже конкурс будет. В этом году у нас Центрион будет в июне месяце, в середине июня, и тоже будут билеты на выездное мероприятие, да, вот. Поэтому такие мероприятия очень сильно помогают нашим коллегам. Вот, также у нас есть, что поддержать себя, да, в тонусе, что-то там, обязательно у нас должен быть в жизни спорт, и для этого рядом с нашим офисом есть йога-центр, и коллектив во время обеденного перерыва все вместе входят, занимаются йогой. Вот, наши девочки сидят, занимаются йогой. Вот, тоже очень хорошо работают, ну, очень удобно, и, конечно, заниматься командой, ну, все вместе командой, спортом тоже очень интересно. Вот. Вот. И... Так. Так. Так же... Хочу рассказать... Так, я обратно вернусь, что-то я... Вот. Вот. У-у-у... Скажите, пожалуйста, у кого какие есть традиции, мероприятия у себя в офисе, что-нибудь можете сказать, добавить? Можно написать в чате... Камера зависла, слышно. Ага. Можно написать в чате, у кого какие есть мероприятия. Может... Нету, да? Пока. Угу. Ладно. Возвращаемся обратно. Вот. Вот. И вообще, да, вот когда... Вот. Ага. Дальше идем. У нас... Личностный рост, да, обязательно тоже у нас в коллективе есть. Мы всегда своим агентам, экспертам даем возможность расти, да. Вот. Допустим, бывает такое, что вот есть... Человек знает, да, как можно заработать большую сумму, но у него падает дух... Какой-то вгорание есть, чувствуется, да, вот. Либо просто теряется интерес к работе. Уже не важно, да, вот коллектив, не коллектив, там, деньги, не деньги, да, вот. Ну, просто теряется интерес к работе, да. Но в таких случаях тоже нужно отнестись очень тонко и грамотно, и мы всегда вот даем своим сотрудникам право выбора, вот. То есть, получается, если человек немножко устал, немножко, допустим, тоже вот чувствуете, что как-то такое, непонятно, да, что... Ну, я всегда провожу индивидуальную беседу с каждым сотрудником, и по традиции тоже с лучшими сотрудниками, там, либо там вообще вот с коллективами. Приглашаю коллегу, да, именно обе приглашаю. И, конечно, когда вот сотрудник чувствует, что со стороны руководства есть какой-то интерес в ее жизни, тоже это очень сильно помогает, вот. Вот. Даем всегда личностный рост, у нас всегда есть, да, вот, как я говорю, выбор, это они... У нас есть вот от стажера, они растут до агента, с агента до эксперта, дальше идет выбор уже, да, вот. Если у него есть желание, тогда мы, конечно, предлагаем руководитель отдела продаж, даже... И если руководитель отдела продаж, есть желание дальше расти, мы, конечно, даем возможность руководить... Даем возможность стать директором агентства недвижимости. Вот это они все знают, и вообще вот, когда идет такая работа, да, вот, общение с коллективом на уровне доверия, это очень сильно... Когда вот, когда вот есть доверие, когда есть вера, да, вот в команду, когда именно есть поддержка, да, это очень сильно помогает именно в продуктивности сотрудника. Вот. Это на самом деле очень, ну, очень хорошо, и вот я вообще сама люблю, да, вот именно мотивацию, не материальную мотивацию, да, вот. Потому что материально это понятное дело, да, тут уже каждый сотрудник знает, да, если он сделает такой объем работы, естественно, у него будет такая оплата труда. Ну, чтобы он всегда был в ресурсе, всегда нужно тоже с другой стороны подойти. И все, всю вот эту работу у нас делает большая команда, командная работа, вот. И чтобы, допустим, человек увлечен во всю работу, да, чтобы такого не было, или он просто не успевает, да, где-то, допустим, заниматься спортом, либо где-то не успевает, там, общаться с друзьями, встречаться, да. Мы его все, всю вот эту, ну, и вот этот элемент, ну, всю вот это мы стараемся выдать у себя именно в коллективе. То есть у нас в коллективе коллеги дружат, очень, да, дружат, встречаются, тоже с семьями дружат, это тоже очень хорошо работает. И также вот спорт мы тоже все поддерживаем. Было в одно время, мы встречались с коллективом именно на стадионе и по утрам бегали, вот. Это тоже очень хорошо работает именно на коллективе баланса и на сотрудниках, вот. Так, возвращаюсь к экрану. Сайт по ходу зависит. Так. А так, сейчас видно слайд или нет? Не видно, да? Слайд видно сейчас? Сейчас слайд виден, здравствуйте. Но как будто картинки не меняются. Я картинку меняю время от времени. Сейчас видно, да? Сейчас работает. Видно. Так не должно быть. Сейчас видно, да? Видно. Поэтому у нас в коллективе всегда стараемся поддерживать идеальную жизнь нашего сотрудника, чтобы у него было все ровно. Так, если у сотрудника где-то хромает, допустим, да, какая-то часть, тогда, конечно, человек не чувствует себя полностью удовлетворенным. Чтобы человек себя полностью чувствовал удовлетворенной, счастливой, у него должно быть все ровно. Поэтому, если он этого где-то не получает, мы стараемся вот эту часть дать именно у нас, у себя в компании. Здесь у нас вот наш коллектив, вот, всем сотрудникам, которые, кто-то прошел обучение, получают грамоту, сертификаты. Сертификаты, они даются не всем, даются именно тем сотрудникам, которые прошли именно обучение по нашему стандарту. Вот. В основном у нас в коллективе работают те сотрудники, которые пришли с момента, ну, вообще, которые давно работают с нами. Основной состав коллектива – это те сотрудники, которые уже давно работают. Вот. И здесь вот с правой стороны Василина, она стала лучшим агентом, такая радостная, счастливая. Вот Иван к нам пришел в это время только-только, и он получил награду прорыв в неделе. Тоже очень счастливая стоила. Вот. Это Валерия. Вот. Она у нас тоже успешная агента. Она давно у нас работает, очень даже продуктивно. Вот. Она сначала к нам пришла на другую должность, на HR-менеджера. Вот. И потом постепенно перешла на, ну, перешла на другую должность, на агента. Ей больше там нравилось. Вот. Такие мероприятия у нас проходят ежемесячно. Ну, вот, как я говорила, да, вот ежемедельно и ежемесячно. Также вот я вам показываю вот наши выездные мероприятия. Вот мы в Боулинг сходили коллективом после Нового года, по-моему, было. И вот когда тоже в пятницу, тоже вот такие вот выездные. Нет, это здесь мы подарили подарок Ивану, мальчикам на 23 февраля. Да, и вот тоже играли. Также вот наш клуб детей, вот наши детишки. Здесь мы их поздравили с Новым годом. Вот. Такие счастливые. Они сейчас уже друг друга знают. На каждом мероприятии, когда приход, они радуются сильно. Вот. Тоже мы среди наших детей проводим именно не только вот такие праздничные мероприятия, да, и конкурсы тоже, да, за лучший рисунок, да, там тоже делаем там шахматные конкурсы. То же самое. И все эти мероприятия, конечно, очень важны для жизни компании. Вот. Наша Витя. Витя у нас работала тоже с момента открытия нашей компании. Тоже очень хороший спортугтивный сотрудник. И у нее вот недавно тоже произошло хорошее событие. Мы ее поздравили коллективом. Я от имени коллектива поздравила ее. Вот. Это наши коллеги. Свободу, да, предоставляем свободу действий нашим коллегам. Это получается вот, когда у нас всегда есть возможность, да, вот, составить свой график работы. То есть если, допустим, у коллеги что-то, допустим, на этой неделе там какие-то особые там. У нас вообще много молодых мамочек. Они, своих детей тоже по кружкам водят. И когда они не успевают, да, они составляют свой график работы. И мы его заранее согласовываем, чтобы было удобно сотруднику. И, конечно, по этому графику они тоже работают, как им удобно, допустим. Да, полностью свободный график они не дают, потому что это избивает сотрудника с графика работы. Это все надо заранее согласовать и заранее вот с руководителем именно по графику работать. Это тоже очень хорошо работает. Вот. Также есть у нас, даем возможность нашим коллегам практику наставничества. Она тоже очень хорошо влияет на коллектив. Они практикуют, берут на себя тоже какую-то ответственность. Тоже обучают своих коллег, да, делятся своим опытом. И тоже такие мероприятия очень сильно тоже помогают коллективу развиваться. Если, допустим, есть желание сотруднику развиваться в этом направлении, направлении, конечно, если поддержать, то это очень даже хорошо работает. Вот. И когда мы возлагаем ответственность на сотрудника, тогда это тоже вызывает доверие со стороны руководства коллегам. Поэтому это тоже важно. Вот. Также я это уже показала, показала. Так. Возвращаюсь к вебинару. Так, коллеги, у кого-нибудь есть вопросы по поводу слайда, по поводу мероприятий, у кого какие есть у себя в компании, интересные другие тоже мероприятия, да, что вы проводите для своих коллег, как вы работаете со своими коллегами, чтобы поддержать своих сотрудников, чтобы они не выгорали. может быть, поделитесь в чате, можешь и написать. напишите в чате. Как бороться с выгоранием, да, как бороться с выгоранием, да. Да, это самая важная, очень важная проблема, ну, да, важная проблема, да, она есть. Сотрудники выгорают, да. Обычно у нас в коллективе, как это происходит. Мы, обычно бывает так, сотрудник делает свой план, и как будто после выполнения плана они как будто расслабляются, и как бы дальше идти работать, нету как будто мотивации, ну, не мотивации, да, а желания, да, потому что зачастую вот это у нас именно, да, у нас в компании происходит с того, что, возможно, была очень сложная сделка, возможно, там либо долгая сделка, да, либо человек сделал выше нормы, выше нормы своей работы, и просто устал, и ему уже сложно, да, дальше идти работать. В таком случае мы не нагружаем сотрудника задачами, не нагружаем задачами, просто в таких случаях обычно я просто подхожу и стараюсь в неформальной обстановке выйти с ней на беседу, то есть не только на беседу, а именно просто поговорить с сотрудником о жизни, чтобы понять сотрудникам, вообще, чтобы понять, что у нее в жизни происходит, да, на работе больше не узнаешь, поэтому всегда вот хорошо получается, когда вот, ну, приглашай на обед, допустим, да, приглашай на обед, и общение, вот именно общение, именно услышать сотрудника, да, услышать, это очень сильно помогает открыться, высказаться, да, сотруднику, и, конечно же, немножко тоже даешь свой совет, да, либо там просто поддерживай, либо просто слушаешь, да, вот коллегу, это тоже помогает коллегам, и у нас есть, чтобы они не выгорали, есть определенная система работы. Ну, это очень большая тема, у нас коллеги, чтобы не было такого спада, у нас в компании есть очень много, вот, именно всяких разных этих, как сказать, ну, один сотрудник у нас занимается только своим делом, да, вот, допустим, весь бэк-офис, это у нас есть юристы, ипотечники, макетолог, самомумщик, допустим, да, вот, есть HR-менеджер, есть помощники HR, да, вот, есть, вот все эти, весь бэк-офис, да, весь персонал помогает именно сотрудникам, именно агентам делать ихние работы, чтобы они не уставали полностью задачу агента, мы передаем именно бэк-офису, чтобы сильно-сильно не нагружать агентов. Это очень сильно помогает, просто они сделали свою задачу, и вот эту задачу перенаправляют определенному сотруднику, и этот сотрудник дальше делает свою задачу, да, вот, поэтому, если грамотно все вот это составить, сотрудники, они выгорают. Раньше я, когда вот работала по другой системе, я выгорала каждый месяц, вот, каждый месяц после каждой сделки, после каждого объема работы, вообще не было сил, даже вот, было такое время, что не хотела выходить на работу, потому что, почему так происходило, потому что всю работу я сама все делала, поэтому было очень сложно. Вот это я, конечно, понимаю, поэтому, чтобы такого не было, я полностью пытаюсь, пытаюсь от агентов обычной операционной работы, да, вот, именно по сделкам, перенаправлять именно определенному сотруднику, допустим, юристу, отечеству, там, маркетологу, там, самому, да, вот, такие, даже наши коллеги, да, сотрудники, они объявления сами не отправляют на площадке, это делает полностью другой сотрудник, просто агент приходит и дает задание именно персоналу, что нужно сделать по нему, ну, по объекту. Блин, такие мероприятия, да, вот такая вот системная работа очень сильно помогает агентам, чтобы они не выгорали, вот, именно вот системная работа помогает. И, вообще, вот, все равно так, люди, они, конечно, устают, но здесь, в основном, помогает именно общение, вот, именно вот наши мероприятия, да, которые проводятся вне офиса, допустим, приездные, да, они очень сильно раздражают агентов, вот, именно, ну, чтобы они не уставали. Поэтому мы очень любим наши мероприятия, у нас очень много всяких разных костюмированных мероприятий, да, было в прошлом году очень много, и выездные мероприятия очень много, мы все-все-все-все дни рождения отмечаем. В офисе каждую пятницу у нас проводятся круглые столы, вот, после трех, в пятницу у нас трех до семи, не до восьми, там, круглые столы, и мы тогда играем в разные игры. Вот, все такие моменты, они все равно помогают сотруднику, вот, оттолкнуть от работы. Мы все понимаем, что работа нашей деятельности, она очень сложная, она очень стрессовая, и поэтому без поддержки команды, они, конечно, им, конечно, очень сложно. Всегда нужна поддержка именно со стороны руководителя и со стороны именно команды, вот. И вот это взаимовыгодное отношение, ну, взаимовыгодное отношение с коллективом, да, вот, именно руководителя и сотрудников, да. Вот, обмен энергии, да, вот, допустим, я тоже делюсь своим опытом, своим, помогая своим коллегам, и также они тоже делятся своими навыками, так же своими идеями, вот, это тоже, конечно, очень сильно. Так, мы, позав прошлом году мы своих мужчин поздравляли в офисе, проводили мероприятия, вот, игры проводили, очень интересные игры. У нас мужчин мало, поэтому, как-то, таких, ну, мужчин мало, поэтому в офисе позав прошлом году поздравляли, вот, а в прошлом году мы им подарили подарок именно на выездные мероприятия. Мы, да, где мы ходили, мы делали, лазер так, по-моему, называется, да, вот, игра, вот, туда весь коллектив, женский коллектив, и мужчин пригласили, и мы все вместе играли в эту игру. Мужчинам, конечно, такие мероприятия нравятся, вот, бизнесные мероприятия, они тоже, тоже поддерживают, да, всегда помогают, всегда нам, да, без мужчин, конечно, нам было бы очень сложно. Всегда отзывчивые, вот, туда даже, вот, ну, просим, ну, у нас вот есть сотрудник, да, Борис, он всегда постоянно, что-то, если случится, всегда сразу звоним Борису, он всегда помогает, отзывчивый. И, конечно же, я Борису очень сильно благодарна за то, что он у нас есть в команде, и за то, что он тоже поддерживает нашу культуру, нашу команду, и тоже вот они с парнями его, с Иваном, вот, допустим, у нас в офисе что-то не хватает, да, что-то нужно повесить, что-то нужно там сделать, они сразу все сами все делают. Конечно, вот эта поддержка со стороны мужчин, конечно, для нас это очень, даже, вот, нас очень, нам очень помогает. Вот, поэтому я очень сильно люблю, конечно, свой коллектив, очень рада, что они, они, вот, поддерживают команду, все друг друга поддерживают. Очень важно всегда, вот, работать именно, вот, в команде. Когда здоровая команда, когда здоровая атмосфера всегда сорит в офисе, тогда и к сотруднику приятно находиться в этой сфере. Поэтому, вот, мы недавно делали опрос, и в основном все 90, ну, 100, ну, 99% написали, что атмосфера в команде всем нравится, и, конечно, большей степени привлекает именно, вот, именно профессиональные отношения, вот, атмосфера в команде, там, удобство, обучение, коллектив, вот, все так выбрали именно, вот, такие ответы поставили, все поставили такие ответы, вот. Поэтому, как руководитель, я всегда стараюсь общаться с коллективом, всегда брать обратную связь, всегда поддерживать их, и, конечно же, из бюджета в обязательном порядке я, вот, 10-15% всегда выделяю именно на нематериальную мотивацию, ежемесячно выделяю, и, конечно же, если в этом месяце с бюджетом мы не используем, просто его переносим на другой месяц, и на другой мы в любом случае будем использовать именно на наши мероприятия. Вот. Ну, всем спасибо, что пришли, наверное, уже время вышло, уже 40 минут, и на этом я заканчиваю свое выступление.